Гору наработок участникам госсовета и президенту показали еще до начала заседания. Ветхий жилой фонд, изношенные сети – вот главное, с чем сталкиваются все регионы. Люди, как и прежде, недовольны качеством оказываемых услуг и зачастую не понимают, за что и кому платят. Одна из ключевых задач сегодня, как было сказано, навести порядок в работе управляющих компаний. ЖКХ – это мощный рынок, огромный, его оборот равен 4,2 триллиона рублей в год. Но он не интересен для долгосрочного серьезного инвестора. Зато здесь раздолье, и мы знаем об этом хорошо, для тех, кто привык стричь купоны, не вкладывая при этом денег, ни копейки не вкладывая. Задача – внедрение стандартов оказания коммунальных услуг. Необходимо обеспечить четкий контроль за тем, чтобы они соблюдались на всей территории нашей страны. Предприниматели должны быть готовы не только вкладывать свои средства, но и качественно выполнять стоящие перед ними задачи свои обязательства перед потребителями услуг. Иметь штат квалифицированных кадров. При этом Путин напомнил, что ЖКХ – это социально ориентированная отрасль, и тарифы должны находиться под государственным контролем. И нельзя допускать резкого и неоправданного увеличения платежей. По оценкам экспертов, на модернизацию отрасли понадобится больше 9 триллионов рублей. Без привлечения частных инвестиций решить эту проблему невозможно. Что касается края, то за последние пять лет в регионе отремонтировали 3000 многоквартирных домов. Еще миллиард рублей Кубань вложит в ремонт многоэтажек в этом году. В крае, безусловно, делается очень много. Мы из последних сил стараемся теми ресурсами, которые есть сегодня, поддерживать эту систему. И это дает, конечно, возможность, что крупных аварий, крупных сбоев, особенно во время зимнего сезона, отопительного сезона в крае нет. Мы достаточно хорошо профилактируем, ремонтируем капитально всю систему. Мы еще раз проревизировали всю тарифную политику в нашем крае. И еще раз хочу и заверить, и подчеркнуть, чтобы люди это знали, и работал в крае общественный контроль, что рост тарифов не должен превышать отметки 6%. Это уровень не больше инфляции текущего. А президент сегодня на совещании сказал, что, может быть, рассматриваются сегодня вопросы вообще замораживания тарифной политики. Это, конечно, было бы, безусловно, прорывным моментом, и это не только помогло бы жиршей коммунальной системе, но и, безусловно, всей экономике. Александр Ткачев также отметил, что навести порядок в ЖКХ можно только через внедрение механизмов общественного контроля и повышая конкуренцию, чтобы человек мог сам выбирать, кто качественнее и дешевле обслуживает его дом. Именно по этому пути сегодня идет край.